Рассматривается несколько вариантов выдачи жилья пострадавшим от паводка. Об этом заявил заместитель Акима Уральска Жандос Дюсенгалиев. Представители Акимата совместно с оценочной компанией осматривают затопленные дома. О том, как проводится оценка имущества и жилья, и на какую недвижимость могут рассчитывать граждане, чьи дома признаны аварийными, расскажут наши корреспонденты. Семья Кивировых продали однокомнатную квартиру в городе и приобрели участок в садовом обществе с целью расширения жилпочери. Построили двухэтажный дом в прошлом году, а текущей весной их затопило. На первом этаже вода стояла до середины окна. Стеклопакеты, напольное покрытие, мебель – все пришло в негодность. На сегодняшний день получили единовременную компенсацию в размере 100 МРП. Теперь ждут оценки основного ущерба. В декабре мы заказали только кухню, она нам вышла в 2 миллиона. Получается, кухня под потолок, но с чердаком, как все вот, весь низ все затопило. Холодильник, ну, тоже был в воде. Здесь у нас большой угловой диван, он тоже плавал. На сегодняшний день насчитывается порядка двух с половиной тысяч домов, хозяева которых являются владельцами единственного жилья. Доступ есть пока лишь к 800 домам. Остальные все еще в воде. Для оценки ущерба привлечены несколько компаний, в том числе из других городов Казахстана. Сначала делают первоначальное техническое обследование, затем данные передают оценочной компании. Мы делаем предварительный осмотр и фиксацию. По предварительным данным, в этом доме проживать можно. Необходим косметический ремонт с замены напольного покрытия. Скорее всего, здесь будет проводиться компенсация по испорченной мебели. Представитель Акимата заявляет, что выдача новых домов возможна лишь тем, чье единственное жилье признано аварийным. Также рассматривается вопрос выдачи нового жилья многодетным семьям, у которых из имущества лишь комната в общежитии. Сегодня рассматривается несколько вариантов выдачи жилья. Первый – это выкуп с первичного рынка, так как у нас по городу много частных строительных компаний, которые строят свои дома. Мы сейчас ведем переговоры с ними. Помимо этого, есть вторичный рынок. Тоже сейчас через ассоциацию риэлторов нашего города тоже с ними ведем переговоры. Они нам дают свои предложения и так далее. Еще третий вариант, но тоже пока обсуждаем. Строительство малоквартирных жилых домов. Сейчас определяем, где и как будем строить. До того времени, пока не решится вопрос с жильем, люди будут вынуждены жить в ЭВК-пунктах. Либо у родственников, заявили в ЭКемате. Марина Горбук, Наруан Кунашев, Асулбек Абекенов, ТДК-42. Жители поселка Маштыково в Уральске недовольны ограничением автомобильного движения. Автомобилисты заявляют, что более недели назад на дороге сделали песчаную насыпь, закрыв одну полосу движения. В ЭКемате поселка Диркул заявили, что дорожные работы возобновятся на этой неделе. Наши корреспонденты продолжат тему. Жители поселка Маштыково недовольны дорожными работами. А вернее, их отсутствием. На автодорогу, ведущей к селу, более чем неделю назад был выгружен песок. Однако, никакие ремонтные работы здесь не начали. Особенно возмущены автомобилисты. В дальнее время ситуация очень тяжелая. Нам с 16 не ходят. Как видите, хотят делать трассу, но не получается как-то уже недели. Больше недели уже такая ситуация. Хотя бы сделало бы нормально, что людям ездить, ходить тяжело нам. Неудобно, да? Неудобно. Удобства вообще нету здесь. Хотя бы сделало бы объездной дорогу с первой, как положено. Такого нету. И это вообще в дальнейшем, если будет делать, нам нужно ездить никак, варианта нету. Потому что оттуда тоже ехать невозможно. В Акимате поселка Дерково рассказали, что на сегодняшний день запланирована реконструкция этой дороги. Работы начались еще в прошлом году. Были проведены работы по замене труб и укладке асфальта на некоторых участках. Объект является переходящим. В целом запланированы работы по реконструкции 6 километров автодороги. Реконструкция обойдется примерно в 600 миллионов тенге. Методом АНТ рассчитан запроектирован. Это основание бетонное, потом уже АБ-покрытие планируется. Подрядной организацией была проблема с переброской техники. Поэтому на данный момент этот вопрос уже решили. На этой неделе уже начнут свои работы. Капитальный ремонт дороги планируют завершить до конца текущего года. Во время ремонта жители вынуждены будут пользоваться объездной грунтовой дорогой. Марина Горбук, Наруан Кунашев, Особик Абекенов, ТДК-42. Строительство автомагистрали в Букирдинском районе Западно-Казахстанской области будет завершено в этом году. Кроме того, наряду с другими основными проектами начнется средний ремонт 21-километрового участка подъездной дороги в село Хан-Урдасе, которое является культурной и исторической гордостью Западного Казахстана. Подрядчиком выступает ТО Ахжол Корулыс. Для реализации данного проекта предусмотрен 1 миллиард 953 миллиона тенге. Также в этом году завершится капитальный ремонт 245 километров дорог республиканского значения, включая 142 километра автомобильной дороги Косталов-Жанебек, граница Российской Федерации, и 103 километра автомобильной дороги Униге-Бисен-Сайхан. Для этого было заготовлено более 170 тысяч тонн щебня и 4,5 тысячи тонн битумной продукции. Щебень поставляется по железной дороге из Актюбинской области и России. Строительные работы будут проводиться на шести участках трассы Косталов-Кожанебек и Униге-Бисен-Сайхан. Работы ведут пять строительных компаний. Наряду с ремонтом дорог устанавливают площадки для отдыха, санитарно-гигиенические узлы, автобусные остановки и дорожные знаки. До конца года планируется завершить все работы и вести дорогу в эксплуатацию. 300 солдат будут нести долг перед Родиной в воинских частях гражданской обороны МЧС в текущем году. Из них 20 призовут из Западно-Казахстанской области. Молодежь будет проходить срочную службу в воинской части номер 2982 в городе Актюбе. Когда начнется весенний военный призыв, узнали наши корреспонденты. В воинских частях гражданской обороны МЧС РК продолжается работа весенней призывной комиссии. Министерство планирует принять 300 призывников. Из Западно-Казахстанской области в армию планируется направить 20 человек. У солдат есть возможность связать свою будущую профессию с этой сферой, отдав свой долг Родине, говорит начальник управления гражданской обороны Темиржан Танжанов. Хотелось бы отметить, что после армии юноши могут поступить в высшие учебные заведения нашей страны на платной основе без учета единого национального тестирования. А особо отличившиеся во время службы получат возможность учиться бесплатно. Получат сертификат. Ежегодно выделено 3000 грантов Министерства обороны РК. По словам специалистов, служба в воинских частях МЧС считается престижной и благородной. Кроме того, полученные навыки и опыт будет полезен на протяжении всей жизни призывника. Если говорить о задачах воинской службы, воинских частей гражданской обороны в мирное время, это является ликвидация черчайной ситуации на территории Смур-Казахстана, выполнение работ по жизненному обеспечению населения в зонах черчайной ситуации, участие в мероприятиях, направленных на предупреждение черчайной ситуации, также перевозка, сопровождение и доставление зон черчайной ситуации. Призывники отправляются в воинскую часть гражданской обороны 24 мая. Служба молодых солдат пройдет на базе воинской части номер 20-982 в октубе. По словам специалистов, второй спасательный батальон, входящий в состав воинской части, планируется разместить в Уральске. Амина Махсотова, Марлен Искалиев, Аймурат Жагапар, телеканал ТДК-42. В западно-казахстанском специальном комплексе школы-интернат-колледж для детей с нарушением интеллекта прошел конкурс мастерства. В нем приняли участие учащиеся средних классов и студенты первого и второго курсов колледжа. Основная цель мероприятия – помочь учащимся выбрать будущую профессию и предоставить им возможность попробовать себя в различных видах деятельности. Также конкурс направлен на создание условий для обеспечения занятости выпускников. В специальном комплексе конкурс мастерства проводится третий год. В мероприятии приняли участие учащиеся средних классов и студенты первого и второго курсов колледжа. Одаренные дети были награждены в шести номинациях – швейное дело, вышивка, мастер по ремонту обуви, работа с кожей, рукоделие и плотник. Специалисты отмечают, что мероприятия направлены на профориентацию и дальнейшее трудоустройство учащихся. Когда они участвуют в этом конкурсе, они показывают свои умения и навыки. Помимо этого, они определяются с профессией, с будущей. И мы в целях мотивации в своей программе указали, что те ребята, которые у нас проходят по номинациям, занимают какие-то призовые места и имеются в виду учащихся школ, они у нас автоматом поступают в наш колледж. А для студентов первого-второго курса у них тоже. Это дальнейшее трудоустройство. В колледже готовят специалистов по двум направлениям. Моделирование формы одежды и мастер по ремонту обуви. Лати Пазад, студент колледжа, обучается на втором курсе. Благодаря своим навыкам он занял первое место в конкурсе и получил возможность трудоустройства. Я обучаюсь по специальности мастер по ремонту обуви. И здесь мы пробуем свои силы и участвуем в различных конкурсах. Самое лучшее то, что я имею возможность получить работу после окончания колледжа. В прошлом году я занял второе место, а в этом году первое. Специалисты отмечают, что количество детей с особыми образовательными потребностями в стране увеличилось на 6-7%. В связи с этим начато расширение сети специальных образовательных организаций. Учреждение работает над тем, чтобы охватить всех детей качественным образованием и обеспечить им комфортные условия. Уникальное приложение для защиты от терактов придумала школьница из Ахтубе. Вместе с учителем информатики она успешно защитила свой проект на республиканском конкурсе «Даррен». Их разработка заняла третье место среди 60 исследовательских работ в сфере IT. В чем принцип работы инновационной технологии узнавала Лейла Уэсова. Тумар Смагу учится в 10-м классе. Изучая возможности искусственного интеллекта, она провела ряд исследований и разработала уникальное приложение для школ, которое оповещает компетентные органы о возможной угрозе или теракте. К примеру, если пострадавший поднимает обе руки, искусственный интеллект создает на видео компьютерную модель поведения человека и определяет, находится ли человек в опасности. Если да, то система распознавания автоматически передает сигнал тревоги на телеграм-канал экстренных служб. Безопасность для каждого важна. И это предложение в любой момент может спасти нашу жизнь. Допустим, если ученики будут драться из-за чего-то, если ученик поднимет свою руку или если кто-то принес холодное оружие в школу, если ученик поднимет свою руку, то эта информация уже пойдет к полицейским. Приложение обрабатывает видеозаписи в режиме реального времени. По сравнению с другими биометрическими программами не требует больших вложений. По словам наставника Тумар, изобретение нужно еще доработать и запатентовать. Преимущество этого приложения во время работы этого приложения не нуждается действие человека. Она сама распознает лица ученика и распознает, находится ли человек в опасной ситуации. и сама распознает вот это, моделирует и распознает, и делает скрин, отправляет. В этом году проект Актюбинской школьницы признали одним из лучших на республиканском конкурсе. К слову, сама Тумар мечтает связать свою будущую профессию с IT-технологиями и сферой кибербезопасности. Заместитель Акима Западно-Казахстанской области Бахчан Армбетов поздравил работников культуры и искусства с их профессиональным праздником. Торжественное мероприятие прошло во Дворце искусств Атамикен, где собрались представители различных сфер творчества, писатели, художники, артисты, театров и работники библиотек. Наши корреспонденты также присутствовали на праздничном концерте, чтобы передать вам атмосферу радости и творчества. В Уральске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работников сферы культуры и искусства. С профессиональным праздником деятелей культуры поздравил заместитель Акима Западно-Казахстанской области Бахчан Армбетов. Сегодня мы признательны всем, кто заботится о культуре нашего региона, за внимание и бережное отношение к культурному наследию, искусству, народному творчеству. Ваша творческая работа у всех на виду. Вы придали импульс к культурной жизни. Ваши сложные и интересные новаторские творения – это вклад в развитие региона. На церемонии награждения зам Акима вручил почетные грамоты и благодарственные письма представителям сферы культуры. Некоторые были награждены нагрудными знаками Казахстана Республика Снэн Гимбек Ардагиры. Коллективу Западно-Казахстанской библиотеки для детей-юношества имени Хамзы Синжанова от Акимата области были вручны ключи от автомобиля. Я работаю в сфере культуры уже около 40 лет. Начала с областного центра народного творчества и по сей день работаю в этой организации. Сегодня я хочу поздравить всех своих коллег, всех работников культуры области с таким замечательным праздником. Быть культоработником – это, знаете, профессия такая творческая очень. Люди многогранные приходят, творческие, коммуникабельные, с большими идеями. И мы все это дарим, воплощаем в жизнь, дарим праздник людям. Отметим, что люди творческих профессий сегодня выступают в роли хранителей и двигателей культурного наследия страны. А за культурной жизнью общество стоит большой фронт ответственной работы. Дана Керимбаева, Эбула Джигапар, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. Выставка под названием «Великий человек», оставивший след в музее, прошла в Уральске. Она посвящена столетию со дня рождения Уркии Ешуриевой, внесшей особый вклад в развитие современного музейного дела. Личность этой уважаемой женщины, сумевшей подать пример любви к стране и земле, навсегда запомнится народу. Уркия Ешуриева, человек, посвятивший всю свою жизнь популяризации драгоценного наследия народа для будущего поколения, активно работала над развитием музейного дела. В течение 16 лет она занимала должность директора областного историко-краеведческого музея. Уркия Ешуриева – основатель и создатель мемориального дома-музея героя Советского Союза Маншук Маметовой. Выставка под названием «Великий человек, оставший след музея» была посвящена столетию со дня ее рождения. Человек, конечно, огромный след оставил в этой жизни, на земле, своей деятельностью, своим сердцем. Она человек был необыкновенный в смысле деятельности, очень собранная, организованная, требовательная, принципиальная, честная. Эта женщина была воплощением того поколения своей эпохи. В мероприятии приняли участие племянники и родственники Уркии Брашевны. Одна из них – Салтаната Мангельда Кызе, которая, вспомнив свою бабушку, пустила слезу. Очень не хватает. Ну, хочу сказать, что… Сильная женщина. Сильная. Светлая. Сильная, светлая, справедливая. Нет сомнения, что ее личность, сумевшая подать пример любви к стране и земле, навсегда останется в памяти народа. Дана Келебаева, Марлен Искалиев, Нурлан Шамгонов, телеканал ТДК-42. Открытый турнир по самбо и дзюдо прошел в Уральске. Соревнования посвятили памяти серебряного призера чемпионата мира и тренера высшей категории под дзюдо Наримана Беккалиева и его сына Тамерлана. В турнире принял участие западно-казахстанские спортсмены, борцы из Атравской области и ближнего зарубежья. Подробности в сюжете. В областной школе высшего спортивного мастерства прошел турнир по дзюдо среди юношей 2011-2012 года рождения, посвященный памяти серебряного призера чемпионата мира, тренера высшей категории под дзюдо Наримана Беккалиева и его сына Тамерлана. Юные спортсмены прибыли из 12 районов Западно-казахстанской области, Атравской области и города Саратов в соседней России. Всего в данном турнире приняли участие более 300 спортсменов, в том числе мастера спорта. Нариман Беккалиев внес значительный вклад в развитие дзюдо в области. Благодаря его трудам сегодня наши спортсмены-дзюдоисты выступают на мировых аренах, отстаивая честь страны. Также хочу сказать, что проведение сегодняшнего мероприятия имеет важное значение для патриотического воспитания молодежи и популяризации здорового образа жизни. Также в турнире приняли участие родственники тренера, которые выразили свою благодарность. Мой брат был хорошим человеком. Для него являлись такие жизненные ценности, как уважительность, порядочность, мужество, честь. Он воспитал сильных спортсменов. Мы очень благодарны всем тем, кто организовал сегодняшнее мероприятие. Все победители, призеры и соревнования были награждены грамотами, медалями и кубками. Редактор субтитров А.Семкин